всем привет последние несколько дней не затихает скандал вокруг махмуда мурадова прежде чем начать я тебе напоминаю что наш бро 1x на все бои махмуда мурадова и на бои других узбекских бойцов предлагают мощные коэффициенты и крутые бонусы в комментариях оставил ссылку удачи мы я родился сам таджикистане с двух лет переехали узбекистан но и говорят сейчас уже потому что в гугле когда вбьете время там таджики флаг но я узбек я узбек потому что я здесь вырос кушал пил в бедскую воду я узбек с бухары это не никто меня не заберет даже захотят просто они хотят присвоить меня это это не получится после этого интервью один грязный паблик в инстаграме сделал публикацию и начал писать всем таджикским спортсменам чтобы они ответили махмуду когда несколько спортсмены сделали ответ махмуду скандал вышел на новый уровень многие паблики и блогеры начали массовую травлю махмуда мурадова самое обидное все это начал наш земляк из узбекистана я его лично знаю он очень низкий и завистливый человек он увидев интервью махмуда тут же отправил таджиком чтобы навредить его карьере насколько ущемленным надо быть чтобы делать такой поступок сейчас махмуду пишут многие граждане таджикистана с оскорблениями я связался с махмудом он сказал что не обращает внимание на этот конфликт он на своей странице инстаграм ответил и больше не хочет что-то добавить ассалам алейкум хотел бы обратиться братскому народу с таджикистана всем хейтерам которые пишут всякую ерунду чушь добавляют на социальные сети не нужно воспринимать мои слова так как вы хотите я всегда уважал и буду уважать братский народ таджикистана я сам родился в таджикистане меня очень много братьев друзей таджикистана в таджикистане я часто там бываю всего это все началось вот с этого видите таджикистанский флаг моё имя фамилию некоторые люди добавляли в социальные сети говорили он таджик из-за этого я ответил на поставленный вопрос но не нужно переворачивать и хайповать на этом я всегда уважал и буду уважать братьев таджиков мы едины коротко говоря ему наплевать на всех этих завистников махмуд во время интервью в шутку сказал что присвоить его к таджикистану не получится махмуд так сказал потому что многие таджикские группы и разные каналы начали ставить фото и видео и писать что он таджик и выступает за таджикистан поэтому махмуд уточнил за кого он выступает махмуд родился в таджикистане во время ссср у него чисто узбекская семья поэтому они уехали в узбекистан но несмотря на это махмуд очень уважает таджикистан он несколько раз был в гостях в таджикистане у таджиков нету никакой причины ненавидеть махмуда это все провокация одного ущемленного недоблогера на эту провокацию слились только слабоумные люди адекватные и воспитанные таджики понимают что махмуд им не враг поэтому ему все еще пишут таджики и говорят чтобы он не обращал внимание вчера во время прямого эфира махмуда мурадова многие таджики писали слова поддержки и уважение махмуд сейчас очень популярен в снг российские спортивные каналы и группы про него пишут без остановки махмуд ярко выступает в юфси и он дружит с флойдом моего эзером поэтому он все время в центре внимания многие блогеры хотят сделать выпуск про него потому что они понимают что этот видео наберет много просмотров ради этого некоторые готовы даже пойти против него но на таких низких людей не будем обращать внимание поэтому идем дальше наверно многие уже в курсе что бой махмуда мурадова отменен он должен был драться 14 марта в бразилии соперник антонио карлос получил травму поэтому снялся с боя замена махмуду не будут искать потому что сам махмуд был заменой антонио карлос изначально должен был драться с другим бойцом но он получил травму и на замену вышел махмуд но к сожалению бразилец сам травмировался и выбил с боя заменой бразильцу готов был стать российский боец альберт дураев я готов принять этот бой с удовольствием порадую своих болельщиков написал альберт в инстаграме некоторое время спустя махмуд ответил на вызов а саламу алейкум всем в бразилии бой отменен если альберта подпишут в ufc и нам предложат этот бой почему бы и нет буду рад с ним разделить октагон написал махмуд мурадов он написал мне вызвал может садили сказал предложил свою кандидатуру я ответил если его подпишут в все если он будет в и все я не против сразиться с ним я уважаю хороший боец следил за ними до сих пор слежу если он будет все наши пути сойдутся я разделю с этим бойцом клетку для меня будет честь потом мы списались отправили друг другу видео пообщались хороший парень позитивный парень саламу алейкум если увидеть когда-нибудь это видео но для ufc этот бой не интересен в бразилии в ufc много бразильских бойцов если в бразилии проходит турнир ufc то там в основном выступают бразильцы бой узбека и чеченца мало кого интересует в бразилии надо вспомнить еще тот факт что альберт дураев еще не подписан в ufc поэтому этот бой вряд ли состоится 14 марта в бразилии махмуд несколько раз заявлял что хочет соперника из топ-15 махмуд вчера во время прямого эфира сказал что ждет ими следующего соперника скоро он объявит когда и с кем будет драться когда появятся новости мы вам обязательно сообщим об этом поэтому подпишитесь на канал и ждите следующий выпуск а сейчас предлагаю посмотреть небольшое интервью махмуда этот видео я снял после открытой тренировки в ташкенте я быстрее силы не уступают зачем мне переходить я высокий но манера маленький вот им битокер маленький и нужно переходить мое мнение все окей я гордился то что показывает нашу религию таким образом после того как у меня вопросов нет просто искренне пожелания после того как я узнал про вас прочитал там посмотрел я искренне порадовался что не только еще одно но поэтому я искренне хочу вас поблагодарить спасибо а спасибо вашу пар я говорю что это большое спасибо нашему президенту тем людям которые вообще работают я говорю когда я начинал спорта не было на таком уровне таких залов пять лет назад был спросите не было возможности сейчас потому что у нас растет понимаете это не кому-то что-то угодить я говорю как есть что я вижу понимаете в Европе таких залов нет здесь в Узбекистане здесь есть такие залы для этого благодаря вот таким людям как вот Амей Кумаровску и Герою именно вот он взял эту ассоциацию открыли потому что здесь это тоже большая ответственность бокс у нас на мировом рейтинге зачем нам нужны ММА я думаю сейчас вот открыли я думаю не пожалею потому что у нас ребята они показывают хорошие результаты поднимать флаг потому что мы знаем за нами уже что-то стоит понимаете наши страны мы ездили раньше да там на инстаграм поставили да написано что 200 тысяч тысяча людей но как раз за вами ассоциация стоит народ это по-другому понимаете здесь в Ташкенте сделаем я уже говорил мне не нужно это имя урадов мне не нужно чтобы это мое имя фотография мне это не нужно мне не нужно для рисовки там я не делаю что-то вот чтобы а вот лайф я добавляю некоторые вещи чтобы люди интересовались видели мотивиров мне многие пишут а вот это кому-то не нравится зачем это кому инстаграм не хочешь отпишите заблокируй меня это же моя вещь что хочу я не добавляю алкоголь клубы хоть у меня были предложения чтобы я алкоголь пиво рекламировал в Чехии там большие суммы больше 200 тысяч долларов в год я в целом нет я не люблю потому что это алкоголь потому что у меня есть свои принципы сигареты так же я в целом нет он мой друг и шеф он поддерживает спонсор во всех советует говорит что как делать почему делать он один из самых лучших спортсменов в истории богатых успешных у него в голове не было бы смотрите все боксеры к сожалению тайсон не имеют то что даже есть просто это просто из-за того что они думали это не слава деньги богатство что они вы 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 Спасибо.